Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня» и продолжая цикл передач посвященных благотворительности хочу рассказать об удивительных людях, с которыми довелось познакомиться. Это Даша Маслова и Екатерина Кожевникова. Они не состоят ни в одной общественной организации, но все свое свободное время посвящают помощи пожилым, одиноким людям. Более того, они собрали вокруг себя множество единомышленников. В гостях у нас сегодня Дарья Маслова. Даша, здравствуйте. Здравствуйте. Вы удивительным делом занимаетесь. К сожалению, Екатерина не смогла прийти, с кем вы начинали и продолжаете это дело. Помощь одиноким пожилым одесситам, наверное, до сих пор этим не занимался никто на том уровне, на котором этим занимаетесь вы. А с чего все начиналось? Началось с того, что два года назад, к 9 мая, к нам попал в руки список, состоящий буквально из 20 человек. Ветеранов, которым нужна была помощь. У кого-то поломалась газ плита, у кого-то поломался холодильник, у кого-то потекла крыша, унитаз и так далее. И мы решили вот этот списочек небольшой сделать. Ну, чисто символически, к 9 мая. То есть вы сами вдвоем решили обойти этих людей? Нет, мы пошли на одесский форум, открыли тему, написали, выложили этот список, сказали, давайте, ребята, начнем помогать. Люди у нас отзывчивые, все как-то так быстро это все раз-два. Быстро мы это все собрали, мы это сделали. То есть вы что, собрали деньги? Да, да, да. Люди появились, сказали, вот, давайте, я смогу помочь 100 гривен, я смогу перевезти, если надо, машиной туда-сюда, я смогу тем-тем-тем. То есть как-то быстро у нас к 9 мая мы его осилили. На 9 мая мы их поздравили, все осуществили, и потом как-то темка наша не умерла. Остались мы... То есть назначили появляться следующие люди? Да, то есть ветераны давали своих знакомых ветеранов. То есть как-то мы уже с ними подружились. Есть те, которые вот уже два года мы с ними дружим. Постоянно привозим лекарства, продукты, когда просят, помогаем чем-то. И за два года у нас уже нарос достаточно большой список, потому что о нас, когда узнали сарафонное радио Одессы, все нам начали давать списки, приходить откуда-то. То есть кто-то работает в ЖЭКе у него из подопечной, да, по домам, кто-то еще где-то. В общем, у нас их много появилось. Ну я понимаю, что людей много, вас двое, ну вот тех, кто организовал это, но на самом деле вы вдвоем, ну вы не состоите в общественной организации, то есть вы не юридическое лицо. Вы организовали вокруг себя людей, которые вам помогают помогать, верно? Да, но нас не двое, это кажется, что нас двое, потому что мы больше всех пишем на Одесском форуме, на Фейсбуке. На самом деле нас много, очень много людей. Вы организовали это? Ну, наверное, можно и так сказать. Вот что такое вот эта организация и кого, собственно, привлекали? То есть кто те самые отзывчивые люди, которые также вам помогают деньгами, деньгами помогают, помогают, ну вот помочь привезти, установить, там что-то отремонтировать? Ну, в Одессе всегда люди помогали, это у нас всегда умеют, просто всегда были темы помощь деткам, была помощь нуждаемщица, ну очень много. И для людей уже помогать это, ну, стиль жизни, то есть вот появилось, они перешли оттуда сюда. Ну, везде все друг другом, я даже не знаю как, очень многие помогают инкогнитно, мы их даже не знаем. То есть люди перевели сумму или позвонили, передали, или вот увидели какого-то ветерана, он им так к душе припало не просит, а вот можно я ему поставлю кондиционер? То есть очень много людей помогает, я даже всех не перечислю. То есть на самом деле вот этот список адресной помощи, его можно найти, наверное, и на Фейсбуке. Да, всегда выкладываем обязательно, то есть вот на сегодняшний день у нас есть вот эти вот 50 человек, им надо сделать то, 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 то. На самом деле я сама, я сама видела то, как у вас это построено и в Фейсбуке, и на Одесском форуме, ну, должна сказать, восхищена опять же организацией, восхищена вот этой вот подотчетностью, то есть действительно каждая копейка, все чеки вы предоставляете. То есть каждая копейка зачисленная на карту и потом ушедшая с карты на все вот эти вот дела, она действительно видна, и это очень важно, очень важно, наверное, в первую очередь для тех, кто, да, кто жертвует эти деньги, чтобы не понимали, куда они идут. Но я так понимаю, что не только деньги, то есть еще и нужны люди, которые, ну, вот, свое свободное время на это тратят. Вот эти люди очень нужны, вот эти люди очень нужны, я не знаю, где их, да, найти их, ну, не могу сказать, что много, ну, есть люди, есть люди, которые всегда готовы помочь с перевозкой, что-то куда-то отвезти, перевезти, что немаловажно, потому что нанять грузчика и машину, это дорого. Есть люди, которые готовы всегда пойти, многие очень пишут, а вот можно я пойду, схожу, помогу, и спасибо им за это большое, потому что вот в чем проблема? В том, что соцработники даже кто-либо, когда дают списки, мы не можем просто вот взять список, здесь написано «Газплита», мы не покупаем «Газплиту» и не везем, нам нужно сначала прийти, пообщаться и проверить, так ли это, потому что, ну, к сожалению, ну, всякое бывает. Всякое бывает, да. Безусловно, вот как раз о том, всякое бывает. И вот этот момент, чтобы кто-то пошел и проверил, вот он такой тяжелый, потому что это по всему городу, и, ну, да, иногда не может взорваться везде. Большей частью, я так понимаю, занимаетесь этим вы и занимается Екатерина. Как, в принципе, как вас встречают ваши подопечные, вообще вот этот вот первый процесс знакомства, насколько они, ну, насколько они верят в то, что их проблемы будут решены? Мне кажется, что сейчас очень много стариков, которые разуверились, разуверились в том, что что-то может измениться. Очень много, но мы сейчас ходим с соцработниками, соцработники нас представляют, я не знаю, как они нас представляют, каким образом, но мы идем с ними, потому что, да, бывает, когда у меня такой порыв, вот я думаю, сегодня я пойду по этим дедушкам и бабушкам, и я им звоню, они говорят, а нет, я вас не пущу, я не знаю, кто вы, потому что на прошлой неделе меня обокрали, и я сразу же стоп, и опять начинается вся проблема в том, что я должна позвонить соцработнику, договориться с ним на определенное время, и соцработникам уже за ручку прийти. Ну, в принципе, их опасения тоже оправданы, потому что действительно случаи бывают разные. Да, но вот больше всего времени уходит на то, чтобы вообще попасть изначально. Ну, а что происходит дальше? Вот какие-то, то есть вы попали, вам человек показывает, что у него, что дальше? Дальше, если я вижу, что эта просьба выполнима, то прихожу на Одесский форум, на Фейсбук или еще куда-то, и фотографирую, показываю людям, как человек живет, и что ему надо, бывает даже советую. То есть, если, например, я вижу, что вот нужна газплита, я эту газплиту нашла где-то в интернет-магазине, где подешевле влаживаю, говорю, ну что, люди, будем покупать или нет? И люди, собственно, собираются это и делают. Да, да, ну, у нас денежки всегда есть на карточке, то есть поступления, спасибо, постоянно идут. Есть такие, которые каждый месяц хотя бы по 100-200 гривен отдают, то есть, ну, всегда есть. И, да, люди собирают, собираем, покупаем, отвозим, привозим, выкладываем опять-таки чеки, холодильники и так далее и тому подобное. Есть, я так понимаю, же в любом случае круг постоянных подопечных. Понятно, что кому-то там, ну, поставить газовую плиту, это единоразовая помощь, но есть люди, которым помогаются постоянно, кому-то продуктами, кому-то лекарствами. Ну, кто эти подопечные, я так понимаю, ведь дело не только в помощи, дело еще и в общении. В общении, да, очень хотят общения. Очень, больше всего, конечно, все хотят общения. Кто они, о чем вы с ними разговариваете, что они хотят от вас, что вы им даете? Ну, они любят рассказывать, естественно, о жизни, о том, что через что они прошли, как они это прошли, как это все было. Сидишь и слушаешь, послушиваешь, да, ну, это интересно. У нас, кстати, для этих целей, у нас есть парень в группе замечательный, его зовут Дима. Вот он сам безумно любит это все, ему это интересно. И поэтому, если надо поговорить, у нас едет Дима, и он может часами выслушивать, общаться и... Ну, действительно, они... У нас каждый выполняет свою функцию. Один приехал, здрасте, уехал, второй приехал, третий приехал, пообщался. Ну, очень сложно им объяснить, что нам не тяжело, звоните, когда вам надо. Вот бывает, вот раз привез, два привез, потом они смотрят, говорят, а что, правда, у вас можно попросить там вот лекарств каких-то. Ну, на это все уходит время. Вообще, насколько легко старики воспринимают помощь? Ведь действительно, ну, не все готовы просить. Все разные, все разные. Некоторым ничего не надо, и на порог не пущу, мне ничего не надо, и все. И хотя ты видишь сквозь дверь, что там, ну, там дрова, нет, ничего не надо. Другие сначала с опаской впускают, потом думают, думают, рассматривают, потом, когда уже пообщаются, уже начинают потихоньку открываться. Ну, в любом случае нужно общение для того, чтобы открылись. Потому что с порога, если ты им скажешь, здравствуйте, я пришла, я вам сделаю, что вам надо, они не ответят. Еще иногда приходится упрашивать. О конкретных ситуациях, вот последних, кто был последними вашими подопечными, что доводилось делать? Последняя, последняя у нас была, которую мы купили, купили газ плиту, бабушка Кадачевская, Светлана Павловна, она у нас заслуженный ветеран и трудовой деятель, потому что она работала ей, сейчас скажу, по-моему, 95 или 96, если не ошибаюсь. Катерина ездила. Она одинокая, у нее в квартире классическая нищета и чистота идеальная. То есть вот стоит стол, стул, кровать. И в 95 лет человек при этом имеет силы? На ходомках она ходит, она убирает, у нее все идеально. Она одинокая абсолютно женщина, привезли ей плиту, она была, она даже, она настолько переволновалась, что, ну, очень переволновалась, она ничего не могла сказать. И потом уже, когда она уже поняла, что плиту привезли, и за это не попросили у нее доверенность на ее квартиру или там оставить, потом она уже поняла, я уже позвонила соцработнику, говорю, вы скажите, может, какие-то лекарства? Потому что, ну, видишь это и понимаешь, что человеку надо. Плюс соцработники нам подают списки, в которых мы видим их размер пенсии. Пенсии колеблятся от 990 до, ну, 2000, это когда уже так, если ты инвалид, но вы же понимаете, что лекарства, 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 когда инвалид. Это же... Никакой пенсии на это не хватит, безусловно. То есть мы видим пенсии, и от них уже отталкиваемся, то есть нам предоставляют много информации, чтобы мы могли понять, кому надо ехать, кому не надо, кому в первую очередь, там уже на месте спрашиваем. Даша, вот одиночество этих стариков, с которыми вы работаете, неужели все одиноки, неужели все без детей, без внуков? У нас всех кто-то есть. Нет, есть, которые пережили своих детей, к сожалению. Есть дети, живут где-то за границей, забыли о своих родителях. Есть дети, есть, у нас очень много, которые живут детям тоже уже 60-50 лет, и они такие же инвалиды. И самим тоже живут. Да, то есть есть онкобольные, есть очень много случаев. Есть, у меня вот есть бабушка, она потеряла... Вот так случилась жизнь, что в 2009 году она потеряла сына, дочь и зятя. То есть всех троих инсульт был, и у нее осталась внучка. Внучка живет во Франции где-то, но внучке, чтобы вы понимали, на секундочку, 40 лет, и там она работает на подработках, то есть снимает квартиру. Да, она бабушке высылает какие-то, может, не знаю. Это не та помощь, которая... Это не та, то есть бабушка абсолютно одинокая. Вот ей даже не так что-то надо, как она... Даш, ну пускай твой Леша приедет, ну вот у меня тут лампочку поменять, это про мужа. Ну то есть вот такая вот, или просто поговорить, или просто она бывает звонит и начинает, вот я смотрела новости, магнитные бури, общение. Просто поговорить. Просто общение, да, потому что... Да, что характерно, вот вы, Екатерина, есть семьи, есть дети. То есть понятно, что есть круг повседневных забот, ну, на котором тоже нужно уделять время. Где находите время, силы, энергию? Энергию, потому что это тоже очень важно, ведь людям, которые, ну, оказываются в такой ситуации, им тоже нужно отдать какую-то частичку своего тепла. Я не говорю уже о деньгах и времени. Где вы все это берете? Такой сложный вопрос, я не знаю. Ну, бывает, выделяется на это 2-3 дня в неделю. Бывает, просто выделяю на это один день, ну, целиком его посвящаю. Ребенок, ну, как и у Кати, как и у меня, у нас дети очень часто ездят с нами. И зато вырастут, будут знать историю ветеранов. Но у меня очень часто малая ездит. Ну, поехали вместе. Ну, это очень важно как раз, что дети имеют такой пример. Да, и она с малым постоянно ездит, и я со своей езжу. Ну, как-то так. Ну, что ж... Ну, когда уже начинаешь приходить, общаться и видеть, как живут люди, очень многие, начинаешь понимать, что ты живешь очень хорошо на самом деле. Как бы у тебя не было, но ты живешь хорошо, у тебя есть квартира, и ты здоров. И тут ты понимаешь, что людям тяжело, а ты чем-то можешь помочь, и, естественно, начинаешь помогать. Ну, мне кажется, это такой нормальный инстинкт у каждого человека должен быть. Ну, на самом деле, мы действительно, мы видели, и наши телезрители видели кадры и тех людей, которым вы помогаете, и они очень нуждаются в помощи. И слава Богу, что есть вы, поскольку дети, внуки по каким-то причинам не могут помочь. Слава Богу, что есть вы, что есть неравнодушные одесситы. И, наверное, очень важно, чтобы этих неравнодушных одесситов становилось больше. Кто готов хотя бы час в день, час в неделю, кто-то полдня в неделю, ну, уделять время такой помощи. Да, было бы хорошо, но вообще нас много еще все подключаются. Ну, каждый человек понимает, рано или поздно он приходит к тому, что мы же не можем жить без будущего, так же самое, как мы не можем жить без прошлого. А прошлое, это наши старики, надо им все равно как-то помогать. Ну, я надеюсь, что, в общем-то, наш совместный проект, который он позволит вовлечь больше людей в это движение, в эту помощь. Наш совместный проект нашей телекомпании и вас, волонтеров, которые занимаются этой работой. Надеюсь, если мы еще и с вами подключим всех остальных, потому что не все же читают Одесский форум, не все читают Фейсбук, а многие смотрят телевизор, и дай Бог, чтобы еще больше и больше нас становилось. Ну что ж, я надеюсь, что действительно все больше и больше сердец будет зажигаться, люди будут больше помогать, больше уделять внимание тем, кто в этом особенно нуждается. Я благодарю вас, желаю удачи, напомню, что у нас в гостях был волонтер, активист и просто замечательный человек Дарья Маслова. Субтитры подогнал «Симон»!